Друзья, добро пожаловать на Геймстези. За видня Джекмана мы продолжаем проходить первого Ведьмака. Ну что, двинули, в общем, мы с вами сейчас в болото. Так, а где у нас паромщик? А, вот он паромщик. Перевези. Время, день. Держи. Готов. Конечно. Ага, плывем. Так, это можно пропустить? Да, можно. Отлично. Так, нам здесь нужна вазка. Из записей Калькштейна мы узнали, что здесь есть некая вазка, которая может нам дать Еще один сефирот. Также здесь в болотах есть Статуя Милители Одна. Одна есть в лечебнице Святого Лебеды. Вот, то есть мы как минимум здесь найдем два сефирота Так, что у нас тут? Жан-Пьер, дедушка, паромщик. Так, давайте поговорим с этим Жан-Пьером Ты кто такой? А ты кто такой? Ведьмак? Ну-ну. А мне казалось, старый Лео Бонарт от вас избавился Бонарт? Никогда о нем не слыхал И вряд ли услышишь. Он в земле Каждый, кто занимался нашей профессией, рано или поздно встречает более сильного противника Какой это в вашей профессии? Я охотник за головами. Что привело тебя сюда? Я пришел по объявлению А по какому объявлению? Я пришел по объявлению Наконец-то! Достал шкуры! Я вернусь, как только достану шкуры Я буду здесь! Шкуры А, шкуры этих волков Это ты, что ли, заказчик? Так кем был этот Бонарт? Кем был этот Бонарт? Старый Лео был легендой Смотреть, как он работает, было одно удовольствие Чем-то он был похож на тебя, ведьмак Он тоже убивал без эмоций, без гнева и без печали Так же, как ты убиваешь, к примеру, утопцев Он был лучшим Высокий, поджарый И эти невероятные глаза Один взгляд этих пустых рыбьих глаз мог сломить человека Он был магом? Нет, обычным человеком По крайней мере, физически Он убил несколько ведьмаков Тех, которыми были недовольны крестьяне Ваши ведьмачьи рефлексы и магические трюки Ничто по сравнению с его мастерством Но он мертв Ты сам сказал, ему попался более сильный противник Да, так что, ведьмак, береги себя Во-первых, мне кажется, этот Жан-Пьер Влюблен был в этого Банарта Че-то он прям так о нем отзывается Ох уж, говорит, эти глаза Высокий, красивый Я не знаю Во-вторых, я че-то знаешь, Жан-Пьер Нихрена не верю, что этот Банарт мог убить ведьмака В честной схватке, по крайней мере Так что, че-то мне кажется Либо ты врешь, либо Банарт тебя жестко обманул Прощай Как это вообще Обычный человек, пусть и хороший воин Убил ведьмака В честной схватке А он убил нескольких Возможно, этот Банарт Какие-то трюки применял Ну, возможно, он их спаивал Каким-то там снотворным А потом их во сне убивал Так Дедушка Что у тебя есть? Эй, сынок! Сам ты сынок, блядь Я не твой сын, дедушка Хе-хе-хе Угадал, как меня зовут Они меня тут зовут дедушкой Меня называют по-разному В основном Геральт или паршивый выродок Людям нравится все преувеличивать Ты ведь не паршивый? Хе-хе-хе Не хочу тебя обидеть Без обид Я уж точно запаршивый, если еще раз полезу через это болото Да Так Ну, во-первых, Геральт гораздо старше этого дедушки, если что Поэтому это кто кому еще сынок, на самом деле Я ищу работу Я ищу работу А-а-а, мечи Кажется, я знаю, какую работу ты ищешь Может, ты захочешь сопроводить меня в часовню, чтобы я помолился Я стар И уже не сдюжу от дубаси чудище своей палкой Палкой Так, я имел ввиду работу, которая принесет деньги Но все равно я отведу тебя туда Отвали мерзавец Ну, во-первых, у него там ни хрена не палка У него там топор висит, если что Вот Так что реально дед очень старый, слепой, тупой Он даже не знает, что у него висит сбоку А во-вторых Слушай, а какого хрена здесь только два варианта ответа? Либо я говорю, типа, да, я тебя отведу туда Либо отвали мерзавец А почему нет, например, просто нет Я не хочу этим заниматься Почему сразу грубить дедушки, я не понимаю? Геральт С каких пор Геральт стал таким грубым? Я имел ввиду работу, которая принесет деньги Но все равно я отведу тебя туда Так Я должен проводить дедушку до часовни Милителя Нам как раз туда и надо Там есть сифирот И скорее всего, этот дедушка нам поможет этот сифирот заполучить А, задание Паломничество Сари, которые требуют, чтобы его называли дедушкой Попросил меня проводить его до часовни Милителя В болотах Я должен пойти с ним и проследить, чтобы с ним ничего не случилось Одна часовня находится в болотах Как мы знаем из записи Келькшена А вторая находится в лечебнице Святого Лебеды Вот Так, это здесь Это значит у нас слева получается Пойдем, дедушка Дедушка, ты идешь? Так, идет Ну вот здесь всякий утоп сейчас будут нападать Блин, сожрут дедушку ведь Надо быть осторожней Так, останки, останки, останки Но это останки этих Они до сих пор здесь остались Что такое? Глиняные карьеры Как, к примеру Но уверовать в покрытую слизью рептилию с выпученными глазами? Серьезно? Эти водяные Даже говорить не умеют по-человечески С ними приходится общаться при помощи предметов Любопытно А можно подробнее? Люди общаются с рыбоидами Оставляя предметы Оставляя предметы на особых алтарях Какие предметы? Я точно не знаю И черт бы меня побрал, если меня это интересует Поговори с теми, кто этим занимается Но кирпичники не рассказывают всего возможным богохульникам Так Из этого разговора я понял, знаете что? Что еще один сифирот мы сможем заполучить У этих рыболюдей То есть надо будет на алтарь положить что-то А они взамен нам положат сифирот Скорее всего нам в этом поможет разобраться васка Так, давайте-ка мы здесь останки все полутаем Которые я в прошлый раз не полутал Я же здесь всех утопцев убил А у них, смотри, видишь Это ведь можно будет потом, если что, продать или использовать Пусть будет Запас, как говорится, не помешает Так, артишные звери Так Обезображенный труп Тегольчатый мирт Неизвестное растение Останки Так, вот еще останки Нули, мир Жалко, что здесь нет горячей клавиши Взять все Приходится мышкой наводить Так Где здесь был, вот Обезображенный труп Хотя тело уже частично съедено Монстрами еще видно, что смерть наступила от удара мечом И очень острым мечом Ведьма, чем возможный меч Так, сломанная брошь саламандра Амулет Удар Оказавшийся смертельным для разбойника Разрезал брошь на две части На такое способен только ведьмачий меч Берингар здесь был Неизвестный эликсир Эй, подожди, 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 подожди Надо что-нибудь выбросить Так Что мы выбросим? Блин, надо будет все это дело Положить к этому В сундук К трактирщику Мне уже об этом даже в комментариях написали А я проигнорировал, блин Что можно выбросить? А вон Значки саламандра Брошь саламандрой Это обычная брошь саламандрой Так ведь? Мда А вон, смотри Эта брошь сюда попала в квест Это надо, наверное, будет Левардену показать Так, вот, чьи назделья Алтарь в один их Вот и алтарь Вот сюда надо будет возложить что-то Ой, боже мой Как это отвратительно выглядит Это вот че такое? Вот это вот че такое? Раз, четыре сиськи И вот это вот Понятно ладно нам куда нам сюда так тропа через лес три острова тут угорит а утопцы вылезли блин эти места называют тремя островами здесь особенно хорошо растет ласточкино зелье разбираешься в травах нет я не травник но я очень много читал к примеру я знаю что смешав две части ласточкиного зелья с наязанской солью можно получить бомбу вызывающую магический страх я это запомнил болото кишат пиявками возьми две части их крови смешай с лимфы чудовище и спорами эхинопса и получишь зелья которые друиды называют мореборский лес знаешь еще какие-нибудь полезные рецепты треклятый склероз может попозже вспомню давай работай быстрее геральт о молочу так это ползет так вали меня траванули твою мать меня траванули даже эта гребаная пиявка надо почитать кстати в записях там что-то ужасное про них было написано что они очень ужасные твари геральт сейчас сдохнет сейчас геральт сдохнет он отравлен и дедушка сейчас там сдохнет да твою мать короче я валю нахрен бедный бедный дед надеюсь он выживет но же здесь живет как бы он должен знать как убегать от монстров все такое он же столько лет прожил сейчас должен выжить так пиафка гребаная до сих пор за мной ползет смотри а какая приставучая прям реально пиявка а это дед я думал здесь утопиться и пиафка тихо 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 чувак подожди 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 только почитаем монстры пиявки пиявки так певки воспримчивы к серебру и огню во огонь групповый стиль против них не работает умирающая пиявка взрывается покрывая противника слоем и едкой кислоты опытный беде макс способен уничтожить чудовище и уклониться от взрыва то есть мы когда убьем пиявку нам надо будет резко убежать отпрыгнуть ясно так но но подожди только мы выберем вот это вот да чё ты делаешь вот так вот как где такое тварь а хочешь еще начну меня вали вали геральт окажется выжил более слушает жестко здесь где тоже что ли отравлен блин еще одно нападение таких тварей я не выдержу подожди надо полутать пиявку лимфа чудовище кровь пиявки хорошо так будем надеяться что у нас никто не нападет а если кто-то нападет то может быть просто бежать не лезть в драку а ой 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 хенопсы еще всякие пошли не надо мне никаких сынов и хенопсов я не готов к этому тропа через болото а вот и статуя да тогда на всякий случай сохранимся обелиск гвура за обелиск гвура а что начато возложить это нам наверно кто-нибудь объяснит возможно дедушка сейчас объяснит вот мы и пришли спасибо тебе сынок я не твой сынок нравишься ты мне заходи как-нибудь ко мне в гости сынок покажу тебе свои книги угощу тебя гуляшом чайку попьем ты ведьмак да недавно я встретился на болотах с одним ведьмаком хорошим манером его явно никто не учил ему нужен был круг стихий так ты встречался с другим ведьмаком с этого места поподробнее круг стихий а если я спрошу вот это это потом не пропадет я смогу оба вопроса задать потому что мне интересно все таки что здесь сделал берингар потому что по любому это берингар мне интересно что за круг стихий даже не знаю ну ладно давай про берингару встречался с другим ведьмаком с этого места поподробнее сынок его звали берингар он интересовался разрушенной башней и выглядел так как если бы прошу прощения у него был недельный запор наверное это неправильное питание меня не интересует его проблемы с желудком я знаю сынок но он боялся он почти все время провел около ям где эти идиоты купаются в глине как кроты больше ничего не знаю спасибо дедушка ты мне помог нет подожди дедушка дедушка подожди подожди я хочу помолиться в одиночестве дедушка а теперь да блин круг стихий что круг стихий блин статуй кстати здесь можно было телепортануться к алькштейну так алтарь милители пио 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 ни хрена там пиявок офигеть слушай наверно не просто так сюда эту статую поставили это же реально целое испытание прийти и помолиться этой статуе то есть получается что ты как бы некую жертву и некое испытание проходишь для того чтобы поклониться этому божеству довольно символично так а где здесь у нас лежит сефирот может быть закопано где-нибудь очень возложить так могу возложить свинину и булочку есть в этом разве смысл глупость конечно давай попробуем свинину возложить получен сефирот од сефирот гвура бина мы получили что реально 3 сефирота охренеть сработало понял прикольно каждый сефирот стоит 500 оренов ну мы улевардан один сефирот купили за 500 хорошо окей что-то там у нас ну ка зря записи так 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 я нашел 7 сефиротов осталось 4 секреты вы зимы нет ведьмачи секреты а где информация про берингара ну-ка так подозреваемый кальшин что-то обновилась что ли нет то же самое покер с костями старый ветеран играет как сам черт но я все равно выиграл мне хорошо дается эта игра буду искать других противников это наверное он хвастается тем что он победил того игрока в трактире под кладом мишкой разыскивается я принес броши левуарду оказалось купец закатывала враг саламандр он обещал мне приличную сумму если я разберусь с этой организацией у меня создалось впечатление что он действует не от своего имени но это не важно пока он будет мне полезен подожду его следующий ход хорошо секрет берингара так кирпич мертвы нет ничего не обновилась хорошо нам здесь надо найти некую оваску что такое обелискот обелиск пещера обелиск говорю пещера пещера просто длинные ямы пристань дом баски вот куда мне надо вот сюда мне надо и обелиск мальхуд обелиск од обелиск мальхуд но у меня же есть эти сифироты да од я получил у милители почему здесь од и мальхуд у меня есть дом дедушки ни хрена он куда забрел так ладно все идем кваски сначала блин туда пошел вообще опа здрасте тихо 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 и хенопы гребаный иди в жопу плавун да пошли нахер короче я иду к баске отстаньте отстаньте так это деревня кирпичников это половина похоже на деревню кирпичников мой отец и дед оба делали кирпичи ласка странник из дальних земель седой но не старый непобедимый но покрытые шрамами он утратил то что ныне ищет как мне звать тебя добрая женщина я старейшина этой деревни геральт ведьмак мое почтение чем занимаются жители деревни мы простой народ мы умеем только добывать глину и делать кирпичи кирпичники почему же никто не работает тяжелые времена пришли к нам Матвейд странник что делают ведьмаки мы решаем проблемы хочешь спросить о чем-нибудь беловолосый что-то у нее как-то не знаю озвучка иначе звучит как будто она дома записывала ну в смысле актриса которая озвучивает эту бабку эту васку прям реально качество звука отличается от качества звука там например того же самого там ведьмака так тут побывал другой ведьмак некий берингар тут побывал другой ведьмак некий берингар он был здесь задавал разные вопросы по поводу алхимий крутился возле башни его наверно тот алхимик Калкштейн прислал вскоре мы нашли его вещи в глиняном карьере они все были в крови спасибо васка беловолосый там были следы борьбы причем не с чудовищами на него напали люди злые люди из сухих земель огненные ящерицы будь осторожен ты мне нужен живым даже знаете слышно на фоне работу какой-то техники там то ли у нее там компьютер гудит то ли чё реально что ли на фрилансе она озвучила не знаю так почему же никто не работает у вас тут завелись чудовища кстати насчет вещей ну-ка что-нибудь есть чем вы здесь занимаетесь мы можем поговорить алхимик из Вазимы по имени Калкштейн утверждает что ты знаешь что-то о маге из башни и о страже чем вы здесь занимаетесь почему же никто не работает у вас тут завелись чудовища воистину так существа которые убивают работников свили себе гнездо в глиняных ямах понятно как они выглядят как будто утонули но потом восстали похоже на утопцев я могу прикончить их мы бедный народ беловолосый я не смогу дать тебе за это больше чем 50 аренов ну ладно поможем что ли этого достаточно куда мне идти в сторону пристани но выбери другую дорогу на развилке в конце ее ты найдешь глиняные ямы и наших мучителей так подожди хочешь спросить о чем-нибудь беловолосый так я избавился от утопсов да я когда чистил этот как его зачищал пристань от утопцев я за одно и то место тоже получается зачистил поэтому здание уже выполнено чем вы здесь занимаетесь можем поговорить о так чем вы здесь занимаетесь мы копаем глину чтобы формировать кирпичи и обжигать их в печах потом мы продаем их в зиму а тебе здесь не бывает скучно и это прибыльно нет беловолосый мы получаем мало ибо хотя городу и нужно все больше кирпичей богатые торговцы и перевозчики отнимают часть нашей прибыли понятно может быть вам стоит перебраться куда-нибудь еще перебраться нет никогда мы умеем только делать кирпичи делайте что хотите хочешь спросить о чем-нибудь беловолосый так мы можем поговорить алхимик из визимы по имени калькштейн утверждает что ты знаешь что-то о магии из башни и о страже давным-давно могучий колдун жил на болоте он искал одиночество его ученик был его единственным спутником все изменилось когда в его жизни появилась женщина начало как в сказке но конец как в жизни ибо это была злая женщина маг утратил свое сердце себе на горе он выполнил все ее прихоти она использовала себе на благо его могущества кто была эта женщина неважно слепая любовь сотворила для мага гибель он призвал силы которые не мог контролировать он умер и башни его обрушилась прекрасная история но что же со стражем любовница мага была наделена силой она могла предрекать судьбу и маг подарил ей колоду особенных карт таро согласно ее пророчествам он изобразил события будущего на каждой карте и жилище мага охраняли големы глиняные великаны которые трудились без устали те что пережили ярость времени остались на кладбище где они лишенные жизненной силы омываемые дождями стоят неподвижно один из них страж да самый могучий голем был привратником сторожил вход в жилище мага одна из карт таро башня показывает как голем будет возрожден в будущем и это вновь откроет башню возьми эту карту мне она больше не нужна спасибо так хочешь спросить о чем так я избавился от утопцев ты проявил к нам милосердие а я тебя обманула у меня нет денег чтобы заплатить тебе но я не хочу чтобы ты ушел без вознаграждения возьми этот амулет это хесет символ милосердия сойдет будь благословен теперь мы сможем подготовиться к приходу владык а кто эти владыки водные владыки имеют большую силу мы поклоняемся им а взамен получаем милость тех кто приходит из вечных глубин любопытно все что приходит в голову это рыболюди водяные как ты смеешь использовать язык богохульства когда говоришь о водных владыках эти имена оскорбляют владык так мы получили карту с помощью которой мы сможем как-то воскресить голема потом скорее всего нам надо будет убить этого голема и мы так попадем в башню а вот что нужно дать этим рыболюдам мы так и не узнали в васки но так же мы получили сифирот что гораздо лучше чем 50 оренов потому что сифирот как я уже говорил стоит 500 оренов так тихо чувак и сейчас что нам надо то вообще секрет берингара я шел от трупа к трупу саламандр и нашел наконец место где берингар принял свой последний бой судя по виду места сражения он дорого продал свою жизнь когда я снова увижу Весемира я расскажу ему о гибели еще одного из нас в смысле а где мы видели тело берингара то мы видели двух убитых саламандр но точно не убитого берингара я узнал что берингар мертв когда я встречу Весемира передам ему эту печальную новость что то странно как то не знаем угу часовой васка рассказала мне историю башни чтобы открыть ее я должен использовать карту таро на которой показано как одолеть стражника башни голема не одолеть а как его пробудить что-то типа того ведь она говорила ответственная башня благодаря записям колькштейна понятно я должен расписать колькштейна угу подожди здесь еще есть этот как его основание есот пещера на болотах вот пещера на болотах пещера на болотах ну ка задание рецепты карта храм милители это что обелиск гвура обелиск вот 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 пещера это что место силы дом дедушки каменный голем не пойдем сначала вот в пещеру жизни у нас полный замечательно сохраняемся а давайте туда положим булочку например ну просто посмотрим на реакцию вообще что произойдет где этот а вот алтарь а че мы там мясо положили и сработало здесь может быть булочка сработает как то по другому ну странно как это не так работает в общем нам нужна информация по этому поводу я не думаю что вот так вот методом тыка мы что-то получим а здесь типа невидимости наш что ли а а а а а останки язык пловано хорошо блин здесь видимо по тропинке надо как-то но здесь тупик вот видно что здесь невидимости надо непроходимые заросли хм похоже здесь вход в пещеру похоже а ой здрасте кто так отлично я я это останки а че останков нет никаких ладно пещеру факел у нас есть если что здесь опять будет все кишать всякими эхинопсами возможно гулями или аль гулями грибы грибы как не бесит когда он лутает он убирает факел зачем с факелом в руках ведь тоже можно лутать кто о вол вол тогда страй геральт так подожди нет против них работает скорее всего обычный меч вот геральт геральт вот как следующий следующий да твою мать так давай шкуры шкуры волча шкура отлично печень зверя хорошо ой как много всего нам надо сколько шесть да по моему или сколько ну-ка 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 не то нажал ну ладно так задание это у нас по бочках контракт на волков вот а вон тоже написано прям жампьера судя по всему нет так 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 волчьи шкуры а сколько надо то почему я решил что шесть а нет шесть этих надо эммм собачьих сал а вот сколько вот волчих шкур шкур хрен знает может быть он покупает сколько наберу столько и купит ммм вот еще был именно не видать надо бы себе приготовить этот аммм как это эликсир кошка Это выход или что? Так, коридор Ну-ка А, тут прям есть карта Можем пойти сюда, но раз мы пошли сюда Идем сюда пока А, блин, напугал, тварь Гераль, ты же ведьмак Ты не можешь быстрее доставать меч? Я не понимаю Так долго достает меч Так долго убирает факел Долго достает меч, прям вообще Я и то, наверное, быстрее достану меч Что такое? Привидение Какое еще нахрен привидение Ну, против привидения, наверное, хорошо будет работать серебряный меч Здравствуй Так, работает хорошо Добей! Добей! Гераль, ну заколебал-то Что-то ставил мне, нет? Волк Так, саркофаг Ворона Вот Сефирот Вот Бабло Бабло Так, минус 2 Так, у нас новая способность появилась Хорошо Доставай меч Гераль Меч доставай Так, случайно игру свернул Опять держал кнопку Alt И нажал на Tab Чтобы убрать меч А в итоге Свернулась игра Все время забывая, что Alt-Tab Это сворачивать Приложение Ммм Тьо? Что у меня такое появилось, интересно? Много, подожди Знак Вен Защитная сфера, которая в течение некоторого времени Поглощает физические повреждения Наносимые Ведьмаку Если Ведьмак атакует Действие Квен прекратится Ага Нажмите 2 Чтобы выбрать знак Квена Понятно Так, на карту смотрим Ой, смотри, сюда можем пойти Нет, вот сюда Это выход, скорее всего Куда-нибудь Да? А нет, еще коридор Какая огромная пещера, е-мое Ни хрена здесь сколько развилок Смотри Меч доставай Меч, Геральт Как долго ты достаешь меч, твою мать А прям бесит Волки вообще нам не наносить никакого урона Оказывается Ну смотри, она меня кусала Кусала эта волчара А мне хоть бы кны вообще Что ты здесь охраняла? Кто это? Ох, мы сейчас шкур-то наберем Жан-Пьер будет просто счастлив Да и мы неплохо заработаем Думаю, на этих шкурах Тут вообще не пройти Ясно Так, и здесь у нас что? Что это такое? Что за зеленый туман Пещера Завал какой-то Ничего Все что ли? Это что это? Не яд, ничего Просто зеленый туман и все Так, понятно Ну-ка Что-то вот здесь вот А, это корни деревьев Я думал здесь какие-то фигуры Понятно Зря только энергию потратил Ну ладно Кто-то Давай Не обратно пошел Так, вот тут что-то есть Да Ну, это все тихо Тихо Так, где ты? А не такое ощущение, что из земли вылазит Вот нет, нет Раз появляются Так Ни хрена не видать Так Так, здесь мы были уже Но здесь есть Кое-куда Заворотик Ну вот сюда вот Вот Мы туда еще не ходили И тут вроде нет Тупиков Коридор А нет А нет, есть тупик Пожалуйста Вот Простым ардом Здесь, конечно Завал не разгрести Да Ну, попытаться стоило В общем Здесь мы достали Сефирот В пещере Который Был в записи Калькштейна Как он называется Есот Вот Есот Мы достали Есот Мы достали Так, что валим Теперь идем К Жан-Пьеру Радуем его Шкурами волков Так Факел убери Так Где у нас там Ой-ой-ой Сколько у нас точков появилось Костер 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 А что это костры Вдруг так появились Вроде их не было Хорошо Жан-Пьер у нас здесь Конечно У нас вот тут есть Каменный голем И все такое Но Надо сначала Побазариться С Калькштейном Наверное Надо еще этих убить Кстати здесь вот видишь Как раз есть всякие эхины Вот такие А кирпичники То что я здесь зачистил Теперь здесь тусуются кирпичники Понятно Может быть вы чем-то мне скажете Мой отец и дед Скажите мне Что нужно возложить на алтарь Чтобы получить еще Один тиферот Нужный Что это было Тут неподалеку живут лесорубы Будь осторожен Они беспринципны И вероломны Хорошо Хорошо А я сюда смог попасть А хрен Невидимая стена А мы все равно срезали Добрый господин В чем дело Я пришел по объявлению Наконец-то Достал шкуры Да Вот 10 Да Вот 10 волчьих шкур О боги Отлично Титул королевского Игерместера У меня в кармане А если нет Я всегда могу стать наемником Так, ты же вроде наемник есть Прощай Так 150 аренов Он тоже неплохо Я хотел, знаешь, что еще У Васки посмотреть Может быть у нее С ней, по-моему, можно торговать И я хотел у нее посмотреть Может быть у нее есть Собачье сало Нам надо купить Где-то 6 собачьих Сало Потому что Убивать собак Я точно не хочу Утопец прямо рядом Прямо здесь Два утопца А тут дети Надо их убить Чтоб они детей не тронули Опа, красиво Второй утопец где? Прекрасно Так, а где Васка у нас? Где моя кошка? А где Васка? Блин Дом Баски Вот здесь вот что? Нет Подожди 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 Что это было? Прям дом Баски Так, кирпичник Слышь, уйди отсюда Да уйди отсюда Нахрен Слышаешь Так ты че встал-то, блин? Уйди Нахрен Тварь, а? Они беспринципны И вероломны А главный у них Краснолюд Дать бы тебе ардом По заднице Чтоб ты Мужик, ну пожалуйста Ну отойди Ну Да твою мать Здесь костер Так, есть Это вот здесь вот Костер есть Костер Да не Во Немножко подождем Возможно А, у нас Три Бронзовых Таланта есть Так, это мы Не можем прокачать О, здесь мы Дофига что Можем прокачать Смотри-ка Поглощение Позволяет Использовать Места силы Два раза В день Окей Иммунитет К ядам Вот это вот Кстати полезно Мне будет сейчас Восстанавливать Энергии Восстанавливать Вот эти вот Две штуки Мне очень полезны Ну У нас еще есть Серебряный меч Патинада Два Повреждение Плюс 50 Действует Только если Противник Под влиянием Ага Кровопотеря Плюс 15 Не Угу Угу Не-не-не Убери Быстак Блин Прямо Все тут Хочется изучить Но Мне хочется И это Изучить Вот особенно Вот это Так и сделаем Почему нет Так Будем качать Серебряный меч Боль Повреждение Повреждение Вот так Вот И Где-нибудь Там Часик Что это было Васка О Ушел Васка Значит Еще в доме Нихера Себе Несут Вообще Молебня Какая-то Бабуль Владыки Вот уже Близко Так Жизнь На болотах Должна Быть Ужасно Скучно Жить На болотах Должно Быть Ужасно Скучно Нам Не на что Жаловаться Целый день Мы трудимся По вечерам Слушаем Легенды Играем В кости О Надо нам Сыграть Как-нибудь Владыки Вот уже Близко Отлично Можем Сыграть В кости Можем Здесь Поспать Хорошо Так Собачий Собачий Давай Гусин Жир Коровье Молоко Коровье Молоко Козье Молоко Козье Молоко Нет Жира Нет Собачьего Блин Плохо Так Давай-ка Сыграем С тобой Но Подожди Прощай Нифиг Что за звук Она издает Такой Влад Давай Сыграем Выставки Хорошие Здесь Погнали Пять Пять Вот А че она такая уверенная в себе-то я не понял Не что Давай еще Малый стрейт Все это Как бы А То есть Малый стрейт Это типа Нехорошо Типа Это лучше Я думал У меня вообще все Непобедимая комбинация Ни хрена себе Так У меня опять Малый стрейт Но теперь Это у меня точно лучше Чем у нее комбинация Нет Так У меня две двойки И все Так Ладно У меня пара У нее вообще ничего Но Ей могут помочь Рыболюды Там Не знаю Своей какой-нибудь Магии Так Раз Ну Ну Давай вот так Вот сделаем Что ли Давай еще двоечки Накидай мне Да Блин Серьезно Вообще Ни хрена Есть Фу Я был у вас Буду искать других противников И я точно Внимли мне Ибо через меня Говорит предание Хм Идем к Алькштейну Вот сейчас Так Попробуем Сходить К Алькштейну Просто прикольно Испытать Вообще В местах Схилы Можно Я так понял Телепортироваться К Алькштейну Уйти гусята Какие Смотри Тихо Все за Буль-буль-буль Было А где Место силы Ого Во Видишь Телепорт В лабораторию К Алькштейну А Геральт же Не любит Телепорты Он их Ненавидит Он их Боится На самом деле Все Так Сохранимся И Побазарим Скаркштейном За башню По поводу Башни Да Я говорил С Ваской На болоте Она помогла Мне найти Карту Таро Башня Там говорится Как разбудить Стража Давай Посмотрим На эту Карту Интересно Хм Аллегория Но ее Достаточно Просто Расшифровать Все Подсказки Очевидны Понимаешь Ведьмак Многое Зависит От Интерпретации Но мне кажется Я понял В чем дело Алхимику Всегда проще Понять Другого Алхимика Просвети Меня Стража Можно Разбудить Только при Определенных Условиях Во-первых Его Надо разбудить Рядом с башней Это Условие Выполнено Во-вторых Чтобы Разбудить Голема Тебе Понадобится Громоотвод Громоотвод? Здесь Нарисован Человек В короне Это Может быть Отсылка К королю Герману Безумному Почему именно Герману Безумному? Куча же Всяких Королей Есть Никогда Не слышал О Германе Безумном Давай послушаем Никогда Не слышал О Германе Безумном Во время Грозы Герман Взбирался На башню И оскорблял Богов Обзывая Их Ублюдками Враги Убили Его Попросту Сняв С башни Громоотвод Поучительная История Но При чем Тут Громоотвод? Тебе Понадобится Приспособление Которое Притягивает Молнию Проще Говоря Прочный Металлический Пруд Хороший Кузнец Без проблем Может Выковать Такой Пруд Что Дальше? И Наконец Самое Важное Нам Нужна Гроза И Тут Я Теряюсь Я Не Знаю Как Заставить Мать Природу Сотрудничать Со мной Я Что Нибудь Придумаю Когда У тебя Будет Все Необходимое Иди К Стражу И Прикрепи К нему Громоотвод Энергия Молнии Вдохнет В Голема Жизнь Что Дальше? Понятия Не имею Но Уверен Что Ты Справишься Когда Расправишься С Големом Сможешь Приготовить Очень Редкий Эликсир Используя Сердце Голема Вот Рецепт Посмотрим Извини Я задумал Так По поводу Эй Там же Еще Было А он Наверное Мне и так Все Сказал Ну-ка У тебя есть Собачий Жир? Внутряное Сало Гусиный Жир А почему Собачьего То у тебя Нет Ты же Алхимик Блин Понятно Так Ладно Друзья Давайте Мы эту серию Закончим Надеюсь Вам понравилось Если вам понравилось Обязательно Ставьте лайк Если вы еще не подписаны На мой канал Обязательно Подпишитесь Комментируйте Нажимайте на колокольчик А с вами был Джекман Желаю всем Всего самого наилучшего До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok